доброго времени суток дамы и господа год назад первый мой ролик на канале был обзором на ранний доступ в артелс тогда я говорил в артелс это когда вы выиграли сложный бой без потерь и не добрались до города чтобы сдать задание так как ваш отряд сдох от голода в артелс это когда перезапустить бой перезапустить бой перезапустить бой сохранится перед боем сохранится после боя если игра бы не давала возможности сохраниться я уверен 90 процентов игроков снесло бы ранний доступ после часа игры в артелс это когда зашел на часик а потом понял что прошло уже 5 часов в артелс это когда нет главного героя и нам не надо спасать мир нам надо выжить в артелс это когда на игру несколько подсказок а с остальными механиками разбирайся сам если кому интересно сравнить видики и посмотреть мой первый ролик милости прошу подсказка верху и вот прошел год игра вышла в релиз давайте же посмотрим что разработчики сделали как изменилась игра и интересно ли в это залипнуть рад вам представить партийную ролевую кооперативную стратегию с элементами выживания в мире средневековья в артелс итак игра вышла 12 апреля 2023 года из почти 15 тысяч отзывов steam имеет оценку очень положительную весит игра 25 гигабайтов стоит игра 1300 рублей в артелс ролевая игра с открытым миром в котором вам предстоит вести отряд наемников к богатству в огромной средневековой вселенной исследуйте мир нанимаете спутников получаете награды и раскрываете тайны древних гробниц простыми словами вы создаете отряд бомжей которые настолько бомжи что при нехватке еды не прочь съесть одного из своих и ваша задача выжить и наказать бомжей побогаче и поверьте мне наказывать их вполне себе приятно разработчики обещают элементы выживания голод нехватка денег преступности погони живой и таинственный мир контракты на убийство от рядовых противников до боссов и таинственных тварей есть многопользовательский режим для четырех игроков если у вас есть четыре друга и дискорд веселье вам обеспечено в общем разрабы замахнулись на годноту давайте же взглянем и пощупаем ее получше запасайтесь провизией я же налил по традиции себе кофе по-ирландски и мы начинаем сюжет основного сюжета в игре нет в начале игры вам покажут табличку что вот значит вы вот мир идите исследуйте и не умрите на этом по сути главный сюжет и заканчивается но за место основного сюжета есть лор мир игры разбит на регионы и каждый регион имеет так сказать основной квест то есть проблему ваша задача будет решить данную проблему и вам даже предложат выбор кого поддержать в конкретном регионе также есть контракты на убийство небольшие квесты с выбором кого наказать кого пощадить за это платят деньгами и влиянием поэтому фармить контракт и лазить по всем местам обязательно некоторые персонажи расскажут небольшие истории но не стоит ждать чего-то особенного игра явно не про персонажей и сюжет игра про то как выжить и вот тут мы переходим геймплею синематиком игра нас не встречает сразу главное меню рекомендую зайти в настройки и поставить размер шрифта побольше я не знаю для каких орлов разработчики делали такой мелкий шрифт начиная новую игру выбираем судьбу от судьбы зависит стартовые бонусы на партию и стартовые классы далее нужно будет выбрать еще один баф и один штраф с этим вроде все просто и годно далее режим исследования адаптивное исследование шляпа это авто левелинг врагов а я его осуждаю поэтому беру региональное чтобы почувствовать прогресс партии если уж решили убить бомжей пусть они будут бомжами далее выбор сложности рекомендую эксперт сложность выживания эксперт режим сохранения железные люди объясняю игра не ультра хардкорная и когда мы дойдем до боевки вы поймете почему поэтому ставите все по максимуму и добавляете реализм одним сохранением раз ваш забег не удался значит не удался попробуйте осилить ваша никто не торопит и ограничения на времени нет далее персонализация тут все просто нормально и прически и цвет одежды и дополнительные черты для героев выбрать можно всем раздаем имена и попытаемся из бомжей сделать богов так что тот кто привязывается к персонажам эмоции обеспечены в моем случае в путь стандартной схеме отправляется от ракайн вася петя и платва платва кстати почти босс партии если бы не она партия бы ваша не выжила и дня и вот вы уже в графстве тил тренд отмечу сразу камеру крутить можно на 360 а вот с приближением на глобальной карте проблемы я бы хотел все же смотреть на своих героев поближе но к сожалению не судьба а так по миру перемещаться в принципе вполне удобно со временем прокачки отряд будет резво бегать меньше уставать и меньше потреблять провизии и чтобы вас не душить и не лить воду давайте я вам быстренько поведаю что вас будет ждать на карте помимо того что вам надо будет зарабатывать деньги так как вашей партии надо платить жалование и кормить их обувать одевать кстати прикольно разработчики детализировали доспехи прям нашел новую шмотку новое оружие и радуешься это мы одобряем вам еще надо по сути пройти все регионы все посмотреть всех наказать все узнать и при этом основная задача выжить в игре вы можете грабить караваны торговать с караванами ловить рыбу рубить дрова ковать доспехи варить лекарства готовить добывать в шахтах руду ловить бандитов и сдавать их в тюрьму нанимать новых спутников улучшать лагерь и раздавать задания по типу приготовь тос мастери это укради вот это многие активности сопровождаются мини играми где надо кликать по экрану в тайминг так что добыча разных ресурсов не такая уж и скучная многие думаю оценят ковку снаряжения так как зависимости от того насколько вы точны будет дропаться лучший лут в игре 10 профессий и каждый ваш персонаж будет качать ту или иную профессию в общем с активностями все нормально позалипать на глобальной карте по исследовать карту находить тайники и встретить разных персонажей можно одобряю в городах продажа предметов отдых в трактире изучение рецептов и прием и сдача заданий тут задерживаться не будем перейдем главному боевка и так ребята боевка так сказать не самая сильная сторона игры но она не сказать что плохая дело больше в том что если вы знакомы с тактическими играми то вы быстро выкупите за тупость и и потому что такое ощущение что многие враги просто заточены на одно действие если враг действие начал он не будет ничего делать пока его не выполнит и поэтому некоторых противников читать легко также не стоит ждать каких-то вообще умных решений или даже логичных решений от и если ваш солдат при смерти то враг вряд ли побежит его добивать он просто будет бить того кто ближе или вообще непонятно чем руководствуются враги но факт того что и и тупое остается вам больше стоит опасаться в игре критов и подкрепления чем действия врагов да и вообще боевка заточена так что лучше не нападать на тех кто сильнее вас шанс потерять бойца в такой схватке очень высокий вам больше надо не допускать событий где вас догнали разбойники или на вас с леса в неподходящий момент набежали непонятные существа ситуация где вы можете быть на грани смерти генерирует больше сама карта чем хардкорность боев а так боевка вполне хорошая местами есть очень прикольные интересные механики где например ваш персонаж может бустить очки доблести за счет них и скиллов можно атаковать не один раз и разными способностями продумывать стратегию чтобы более эффективно наказать бомжей потому что чиниться приходится после каждого боя и лечиться тоже поэтому чем меньше хп и брони вы потеряете тем больше шансов что этот отряд пройдет все-таки игру сама же боевка следует типичным правилам рандома особо не завезли промахов нет ни очередные атаки от прохождения соседних клеток тоже нет но позиционирование есть в начале боя расставляете всех как доступно и если ваш персонаж вступил в бой с врагом то безнаказанно уйти он не может помимо рядовых битв в игре есть прикольные срежиссированные битвы с боссами тут есть над чем подумать и есть от чего получить эмоции в итоге боевка я в принципе доволен хотелось бы лучше и мудрее но по факту она просто неплохая уверен кому-то она очень зайдет но для моего стажа слабовато ибо боль страдание наказания это мой девиз но эмоции я получаю особенно от звуков и анимации добивания вот они очень годные помимо исследования карты и боевки в игре предусмотрена прям глобальная прокачка отряда за счет знаний путей развития знания вы зарабатываете за открытие местности ресурсов и новых рецептов а вот пути есть сила и слава торговля изготовления преступности хаус тайны и мудрость пути качаются в зависимости от ваших действий и пути требует от вас выполнения определенных задач что в итоге обернется открытием дополнительных бафов для отряда в итоге это интересно также хочется отметить взаимоотношения внутри отрядов это бафы назначение должностей это доп скиллы какая никакая активность в лагере болтовня одного спутника и получение пафа и дебафа в общем в игру напихали много интересного и некоторые сделаны хорошо а вот некоторые на среднем уровне есть когда никогда подлаги со звуком но хз это может быть у меня так отдельно отмечу музыкальное сопровождение оно медитативное и погружает в неспешный геймплей а теперь вывод и так спустя год я не отказываюсь от своих слов в артелс это игра в который зашел на часика прошло уже пять часов в артелс исправил ситуацию где надо перезапускать бой перезапускать бой и уже вполне можно спокойно играть в артелс все также не разжевывает ничего игроку и в артелс вызывает у меня эмоции а если игра вызывает у меня эмоции то я конечно же и и рекомендую на этом у меня все всем добра и до новых встреч